Поиски на ляпу в фильмах это своеобразный тест на внимательность. Некоторые ошибки можно углядеть при первом же просмотре в кинотеатре. Чтобы обнаружить те, что менее очевидны, придется затереть фильм до дыр и разглядеть каждый его кадр. Ни одно кино не обходится без ляпов, но есть 10 фильмов, в которых этих ошибок рекордное количество. Сегодня я расскажу вам о них. По факту. Звездные войны эпизод 4. Новая надежда. Первый фильм саги Джорджа Лукаса начинался с боевой сцены, где имперские штурмовики захватывают корабль принцессы Леи. Дарт Вейдер душит одного из повстанцев и швыряет его тело об стену. Но в кадре мы видим, как мертвец поднимает руки, защищая лицо от удара. И это лишь один из ляпов в фильме. Всего их там насчитали 276. Челюсти. В жуткой сцене, когда Квинта пожирает акулу, актер Роберт Шоу на самом деле кочется в предсмертных муках на мягкой и удобной подушке. Кусок которой отчетливо виден в этом кадре. Даже такие мэтры, как Стивен Спилберг, иногда ошибаются. В случае с этим фильмом целых 277 раз. Властелин колец. Возвращение короля. В финальном фильме трилогии Питера Джексона было столько батальных сцен, что среди массовки никак не могли не затесаться члены съемочной группы. Например, в финальной битве у черных ворот среди орков Саурона, то и дело мелькают лица парней, которым в этой битве явно не место. В картине еще полно ляпов, а общее их число составило 289. Гарри Поттер и Тайная комната. Во втором фильме о юном волшебнике, как ни странно, тоже не смогли обойтись без ляпов. Один из самых интересных связан с волосами актера Джейсона Айзекса. Они темные и короткие, проглядывают под роскошной белой гривой Люциуса Малфоя. Перестарались ребята, освещение в одной из сцен ближе к концу ленты уж слишком драматичное. И это только один из 297 ляпов этого фильма. Очередную порцию ошибок киношников принес следующий фильм о Гарри Поттере «Узника с Кабана». Первые из них видны уже в самом начале. В доме Дурсли меняются детали фасада, отделки и антуража. Кусты то появляются, то исчезают. А всего в фильме 315 киноляпов. «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины». Режиссером первого фильма о приключениях капитана Джека Воробья был Гор Вербинский. И именно он руководит пиратской братьей в начале ленты. Отдает команды через мегафон, чтобы все точно услышали. Всего в фильме 385 ляпов. «Супермен 4. В поисках мира». Самый плохой фильм о Супермене и последний фильм, где этого героя сыграл Кристофер Рив. Как нарочно насобирал еще и кучу оплошностей. Вот, например, ядерный человек оставляет за собой разъедающие следы. Но с другого ракурса тоже место на полу остается нетронутым. Киноляп один из 413, который можно увидеть в фильме. «Волшебник страны Оз». Волшебство Гудвина как-то странно действует на косички Дороти. Их хвосты становятся то сильно короче, то заметно длиннее. Этот и еще 417 ляпов можно найти в классическом фильме 1939 года. В триллере культового Хичкока есть одна очень заметная ошибка. Ближе к концу фильма птицы сильно ранят Мелани, оставляя на щеке две здоровенные царапины. Но когда ее потом ведут к машине, эти отметины исчезают. Видна только маленькая царапинка под глазом. А всего в фильме 546 ляпов. «Апокалипсис сегодня». Главным рекордсменом по киноляпам является фильм «Апокалипсис сегодня» 1979 года. Самый явный пример. По освещенным солнцем спинам солдат пробегают тени камеры и членов съемочной группы. 561 киноляп. Абсолютный рекорд. «Апокалипсис сегодня». «Апокалипсис сегодня».